Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Богу вдухновенной псалтире царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю кротость его. И мы продолжаем чтение псалмов «Песнь степеней» или «Песнь ступеней». Я ранее объяснял значение этого написания. Этот 128-й псалом, он небольшой, он насчитывает всего 8 стихов. И мы читаем начало этого псалма. «Я многократно ввели брань со мною, с юности моей, да скажет Израиль». По-еврейски это звучит так, точнее, с еврейского. «Много теснили меня с моей юности, пусть скажет Израиль». Действительно, Церковь Божия испытывает трудности от дней юности своей, как и еврейский народ от дней юности своей. Церковь Ветхозаветная тоже испытывала много трудностей, потому что дьявол не может спокойно смотреть на то, как чадо Божие организуется в народ Божий, в собрание верующих в Создателя. «Многократно ввели со мною брань, с юности моей, но не превозмогли меня». Вот как это связано первая часть этого стиха со второй. То есть «несмотря на юность мою, не превозмогли меня». Вот такой смысл имеется в виду, что Господь оберегает нас в наших немощах, в наших естественных слабостях, потому что юность — это не порог. Это естественное такое состояние возрастающего организма, еще не возросшего до конца. «Многократно ввели со мной брань с юности моей, но не превозмогли меня». «На хребте моем работали». Что значит «на хребте моем работали»? «Имеется в виду по-славянски делыша, буквально плотничали, строили, рубили, производили работы, как бы употребляли меня вместо вьючного животного. Например, у пророка Осия 10.11 есть подобное. Там сказано «на Ефремия будут верхом ездить, июда будет пахать, иаков будет баранить». То есть июд будет пахать, как волк, иаков баранить, как плуг. То есть действительно используют народ Божий, враги народа Божия, они проходятся по нашему хребту ударами бичей, они считают нас своей собственностью, не понимая того, что народ Божий – это народ особый, взятый в дел, это святыня Божия, как сказано «не прикасайтесь к помазанным моим». «На хребте моем работали грешники, увеличивали беззаконие свое». То есть через это, что они так поступали, они увеличивали беззаконие свое. И по Златоусту, и по Феодориту это означает, притесняя Израиль, увеличивали беззаконие свое враги евреев, вавилоняне, а сирийцы, сирийцы и другие, а равно удлиняли продолжиша и отягчали страдания Израиля и козни против него. Имеется в виду во время и после плена. Прежде всего, во время и после плена. И далее мы читаем четвертый стих «Господь праведен, он рассек выи грешных». По-славянски это звучит как «сече выя», «выя» — это шея, поэтому по-нашему получится, что «Господь праведен, он отрубил головы грешников», потому что «рассечь выи» — это перерубить шею. «До постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион». Сион — это образ церкви, как и Иерусалим — образ церкви. «До постыдятся и обратятся вспять все ненавидящие Сион» и действительно, кто бы не восставал на Сион Божий, на его церковь. В юный период истории церкви, если образно говорить, отталкиваясь от этого псалма, было десять страшных гонений, и церковь с Божьей помощью смогла их превозмочь. А ненавидящие Сиона постыдились. Их имена в истории этих десяти императоров сохранились как имена тиранов и злодеев, начиная от первого гонения во дни императора Нерона. «Да будут они, как трава на кровлях, которая до исторжения ее засохла». То есть жизнь таких тиранов, как трава на кровлях, то есть не на земле, а на кровлях, действительно, как какой-то мох там вырастает, какая-то трава, все это неестественно, все это в результате дождя, и быстро все это засохнет. «Ею не наполнят руки своей жнец и горсти своей собирающие снопы». То есть как можно собирать траву там с крыши дома, ее просто соскабливают и сбрасывают, как какой-то мусор. «Им», то есть собирающим вот эту траву, не говорят прохожие, благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господнем, потому что это не просто работа жнецов, это просто удаление грязи. Вот то, что накопилось на крыше. То есть имена этих тиранов, этих злодеев будут забыты, и здесь как бы и особого благословения не требуется, чтобы как-то эту вот нанесенную поросль, ее удалить. Поэтому не говорят прохожие, благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господнем, потому что это как бы само собой разумеется, что без сомнения они все будут удалены, эти нечестивые. И придет конец их формам правления, нечестивым формам правления, а народ Божий будет продолжать существовать, как он существует от юности своей до боли зрелых времен. Вот такое содержание этого небольшого псалма, всего восемь стихов. Субтитры создавал DimaTorzok